Новое видео выходит каждый день в 20.00. Вы знаете, вот в последнее время, вот часто вот после вот этих вот роликов про плохие GTA Самбо журналы, говорят, мол, слушай, а засними ролик-то наконец-то вот с этими вот, там, с одним, с двумя, с тремя Самповскими журналами, которые ты вот нам прям советуешь читать, вот прям на постоянной основе, чтобы мы каждый день заходили, вот каждый день по твоей рекомендации читали вот эти самые журналы. Вот какие это журналы, ты нам скажи, потому что мы не понимаем, мы вот сидим и не можем понять, вот какие это конкретно журналы, то есть LiveSamp, не LiveSamp, Самп Ютуб, не Самп Ютуб, твой ютубер, че не твой ютубер, ДРП факт, там не ДРП факты и так далее и тому подобное. В общем, ладно, в данном видеоролике я расскажу вам о том, какие журналы в GTA Сампе стоит читать, какие журналы читаю лично я сам и какие вот я с полной уверенностью могу порекомендовать читать вам. Вы знаете, тут я не буду тянуть хронометраж для того, чтобы получилось 10 минут 0 1 секунда, для того, чтобы быстрее набрать 4000 часов просмотра и потом подрубить монетизацию, именно поэтому сейчас я разговариваю ни о чем. Ну ладно, такое иногда бывает, что вот люди, вы знаете, разговаривают ни о чем, перед тем, как перейти к какой-то вот важной идее, вот к важной идиллии. Вот вы знаете, они подходят, они завязывают эту вот самую нить сюжета, потому что ролик-то он сам по себе получается секунд на 30 просто рассказывая о том, какие журналы важны, какие журналы стоит читать, а какие журналы не стоит читать и так далее и тому подобное. И вы знаете, вот я не понимаю тех людей, которые вот специально растягивают хронометраж, не говоря абсолютно ничего нового. Зачем? Вот просто зачем? Неужели он это делает для того, чтобы, я не знаю, вот, ну набрать вот эти вот 4000 часов просмотра или для того, чтобы отстреляться по роликам, чтобы вот каждый день их выкладывать, а потом пойти на Твич и начать смотреть Беременную в 16? Нет, это какая-то глупость, это какая-то полная хуйня, я прям не знаю. Кстати, в эту пятницу, а я ж не знаю, когда вы смотрите данный видеоролик, блять, вот прям вот не знаю, ладно, возможно, уже не важно, уже не важно. Там что, вот просто я вам скажу, что ссылка на мой Твич в описании, стримы по пятницам, смотрю всякую разную вещь, всякие разные вот журналы самп Ютуба, там можем почитать вот на этом самом стриме, на этом самом потоке, который идет там очень много времени, на котором можно успеть сделать абсолютно все, что угодно и не тянуть хронометраж, как вот некоторые люди бывают вот эти вот самые растягивают. Знаете, вот на Ютубе есть такой Стас, какой просто, я не знаю, кто это такой вообще, вот, то есть, что он там и как вообще делает, что ли, я просто, я в самом деле не понимаю, вот, вот просто люди растягивают хронометраж для чего, вот просто для чего, для чего вот это вот просто лить какую-то ненужную воду, чтобы люди смотрели, что это абсолютно не нужно, для чего вот они это делают, вот лично я не понимаю. Ну, ну ладно, это не имеет особого значения. Так вот, журналы, которые я могу посоветовать вам вот читать на регулярной основе, на каком-то регулярном профите, чтобы получить какой-то профит, получать какие-то новые знания и не быть в целом какой-нибудь там, знаете, Владислав Павлов или Брулев Плэй абсолютно неосведомленный, который читает там самп Ютуб, твой Ютубер и все такое вот, все, что абсолютно не нужно, все, что является помойкой, то есть помойкой, вот в самом деле, от самых журналов. В общем, ладно, и самый первый журнал, который вам стоит читать на регулярной основе, вот самый основной журнал всего будет топ-2 журнала, потому что других журналов не дано, к сожалению, в сампе. Я знаю, что у Ангела Кассада там появился какой-то вот этот вот, знаете ли, его новый журнал Ангела Кассада, где они там и с оформлением, и со всем запариваются, но пока что я не могу позволить, то есть, отвлечь от всех остальных журналов и читать вот только журнал Ангела Кассада, вот чего-то там не хватает, вот какой-то души, которую вкладывают вот именно редакторы Самворлда, потому что именно Самворлд, это вот самый первый журнал, который я вам могу посоветовать читать на регулярной основе, я даже сейчас в него зайду, чтобы мне было более наглядно вот видеть. Красиво оформленные, абсолютно грамматически верно написанные статьи в Самворлде, абсолютно вот из надежных источников, нету какой-то желтой прессы, нету непроверенной информации и так далее, то есть, все охуительно, там редактор даже с вами в комментариях может пообщаться на какие-то темы и так далее. Мне кажется, это бесценно. Вот в самом деле, вот такие журналы, вот как Самворлд, они на вес золота. Изначально, когда был Лайф Самп, и когда был Самворлд, вот в самом начале зарождения всех этих журналов, они были похожи друг на друга. Однако Самворлд вырвался вперед, вот просто в отличие от Лайф Сампа, то есть, Лайф Самп там до сих пор сидит вот с этой своей желтой газетенкой, а вот Самворлд, это уже серьезное издание для серьезных людей. Все, кто читают Самворлд, как лично мне кажется, это такие, знаете, адекватные, правильные, вот такие вот умные, самое главное, умные люди, которые могут воспринимать что-то более, чем статистика, там где от Делорензи отписывались два подписчика и так далее. Я думаю, вы понимаете, про какой журнал идет речь. Я даже не буду называть его название тут, потому что, но это не имеет особого значения. Буду еще пиарить, блядь, этот Самп Ютод, этот Твой 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 Твой, блядь, вот эти помойки все пиарить, это просто невозможно. Самворлд по праву является охуительным журналом, который вот топ-1 лично для меня. Вот эти вот, знаете, красивые дайджесты, оформленные в лендингах, все по делу, все кратко, все охуительно информативно, вот эти вот, знаете, лендинговые статьи, не занимающие много времени, не отнимающие много времени, не занимающие там где-то много места на экране, адекватно оформлены, то есть все как должно быть в нормальном СМИ. И это Самворлд, я хочу вот лично вот сказать спасибо людям из Самворлда, то есть вот в контактах указано два человека, это Владислав Марчук, извиняюсь если неправильно прочитал фамилию, и Роман Рептайл, Рептилия, не знаю, это журналист, вот, наверное, Роману Рептайлу нужно сказать отдельное спасибо за вот такие вот лендинговые статьи, это в самом деле охуительно, спасибо большое, я вот когда читаю, у меня прям душа радуется то, насколько это охуительно и охуительно. Переходим к следующему журналу, Рукстар Бомбит, вот в самой первой версии вот этого вот видеоролика на основном канале я упоминал Рукстар Бомбит как, наверное, мой самый любимый журнал, а сейчас я такого сказать, к сожалению, не могу, потому что для меня все-таки фаворитнее Самворлд, однако это лично по моему мнению, то есть меня абсолютно не устраивают вот эти вот, вот знаете, я не знаю, вот абсолютно вот эти вот маленькие статьи, вот как мне рассказал руководитель журналы, Самворлд с ютуб-канала, то есть они пишут статьи в лендингах только тогда, когда статья какая-то очень большая или наподобие того, и ладно, это их политика, я не могу их за вот эту вот политику как-то осуждать и наподобие того, то есть мне абсолютно похуй, делайте что хотите, однако тут тоже вот такие, знаете, неплохие, не то чтобы, чисто вот такая новость, вот чисто вот новость в две строчки выходит с кратким описанием, то есть это тоже, в принципе, вполне неплохо, и в принципе, я думаю, что, ну, это тоже можно читать, тут смотря, что вам нравится, либо вот красиво оформленная статья в лендингах, либо просто вот, вот сразу новость идет и все, и без этого, то есть без оформления в каком-то лендинге и так далее, то есть просто вот статья, допустим, вот сейчас я зачитаю самую первую статью, на которой пойдет мой взгляд, вот, вчера в 23.18, сегодня у нас 25 апреля, все ролики записываю в один день, вчера в 23.18, Рукстар Бомбит пишет следующее, то есть, Радмир Геймс анонсировали обновление графики на Радмир КРМП, выглядит на любителя, на наш взгляд, Эжди Вода, на Некст РП все же выглядит красивее, и вот, то есть, человек вот так вот заходит или видит где-то в новостной ленте и такой, типа, ага, ну, понятно, ну, окей, ну, неплохо, Рукстар Бомбит как бы, ну, я понял, да, то есть, новость с информационной точки зрения подана, как мне кажется, правильно, то есть, все кратко, и при этом я все понял, Однако, вот, мне бы хотелось, чтобы было вот какая-то краткая новость в лендинге, допустим, и вот снизу вот детальное описание того, допустим, какие моды использовала тот же Радмир КРМП, как они это разрабатывали, то есть, какое-то интервью с чуваком, который разрабатывал вот этот вот модпак или наподобие того, то есть, мне вот такое вот интересно, вот именно когда есть краткое описание новости, но если ты хочешь, ты можешь прочитать ее полностью, то есть, как это все делалось, вот это вот я понимаю, то есть, сам World еще до этого не дотягивался, Но, по крайней мере, у них статьи в красиво оформленных лендингах, все в одном каком-то стиле оформлено, и вот мне это лично нравится, опять же, это лично мое субъективное мнение, вы к нему можете как прислушиваться, так и не прислушиваться, вследствие этого, и то есть, ну, больше не дано, разумеется, если бы не было той ситуации с Джимми, сюда бы попал и Лайф Самп, но, к сожалению, Лайф Самп выбрали такой путь, путь-то вот такой от желтой прессы, и вследствие этого, ну, Ну, я не могу их просто вот чисто из моральных соображений включить сюда, я вообще не хочу их как-то упоминать, однако вот, я уверен, что многие люди в комментариях по данным видеороликам будут писать, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Я, блядь, понимаю журнал. Вот это да. То есть нихуя не наёбывает. Прям всё классно, прям всё чётенько делает. Вот это вот лайф сам. Вот это мне нравится. Вот эти свои, вот эти журналы. Фу, блядь. Ненужная хуйня. Я уверен, что такие комментарии будут. И такие комментарии будут в большей своей степени от детей. Поэтому вот малолетние дебилы, идите нахуй. Вы тупое говно, тупого говна. Я тут привёл лично свой топ-2 журналов, которые я читаю в GTA Самп Ютубе. Безусловно, если журнал у Ангела Касада разовьётся, то я перевыпущу этот топ. И тут уже будет топ-3 журнала с журналом Ангела Касада. Хочу ему пожелать удачи в развитии вот его, этого журнала. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Делайте статьи в лендингах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok